Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что меня пригласили. Всё, что написано в программке, действительно правда. Я адвокат, коллекционер, я не знаю, там, радиоведущий, писатель и прочее, прочее, прочее. И ещё, наверное, я приглашён сюда, потому что я активный противник людей, которые не любят клиентов. И, наверное, об этом я сегодня буду говорить. Мы довольно успешная адвокатская компания, у нас многомиллионный оборот, действительно, мы очень хорошие налогоплательщики, и, благо, в нашей стране мы платим 13% и спим спокойно. И, естественно, к нам стоит, ну, в частности, ко мне, давайте я буду говорить сначала о себе, стоит большая очередь из ваших коллег. Из всех стран, надо сказать, от Сингапура до Швейцарии, и, естественно, отечественные люди, и американцы, и так далее, и подобное, которые все рассказывают, как им будет хорошо со мной, и я им охотно верю. Но абсолютно никто не говорит о том, как мне будет хорошо с ними. Дело изучается в том, что большинство людей, которые попадают ко мне в офис, приносят очень красивые... Да, начнём с того, я хороший клиент, вот правда, поверьте мне, что я хороший клиент. У меня приличное образование, я закончил институт, это очень хорошая школа в Европе, у меня программа MBA, аж в 1984 году, это было давно, и прилично учился. Я очень хорошо понимаю, что такое money market, что такое там return on investment и так далее, и подобное. Мне ничего объяснять не надо. Однако люди, которые называются private-банкирами, или люди, которые представляют какие-то объединения, которые называют... которые они называют там family office, пытаются меня чему-то научить, или тому, что я знаю, или... и мне учиться, в общем, уже ни к чему, или тому, что я знать абсолютно не хочу и теряю время вместе с ними. В результате за много лет посещения моего офиса вами, давайте уже так говорить, у меня появилась очень интересная, знаете, такая тенденция. Это было несколько лет назад, я понял, что эти люди абсолютно не интересуются клиентами. То есть, в частности, мной. Они не хотят знать о моих увлечениях, они не хотят знать о моих интересах, они приносят очень красивые графики, тычут мне туда в эти графики ручками и рассказывают о том, что такое money market, который я знал еще до того, когда они, знаете, не появились на свет. Они прилетают из, ну, скажем, из условной Швейцарии в понедельник вечером, говорят, что они могут со мной пообедать где-то в среду, потому что у них свободное окно между часом и, там, 13-14 часами. Улетают в пятницу вечером, хотя мне вот их график абсолютно неинтересен, вот совершенно. Надо сказать, что помимо вот всего того, что написано, там, коллекционеры, адвокаты и так далее, я еще играю в гольф. Я президент гольф-клуба, наверное, такого самого замечательного, ну, одного из самых старейших в Москве, в Подмосковье, там чудная публика и так далее. Я обратил внимание, что ни одного раза, ну, просто ни одного за последние лет 15, ни один из ваших коллег никогда, потому что они все улетают в пятницу, потому что в субботу надо отдыхать, можно подумать, что они все евреи. В субботу не рабочий день, ни у кого-то. Вот ни один человек никогда мне не сказал, Александр Ильич, вы играете в субботу в гольф, почему бы нам, например, не встретиться после того, как вы отыграете, и мы с большим удовольствием поболтаем, почему бы мне, там, не пройтись с вами в виде кедди. Замечательная мысль. Носит клюшки и капает мне на мозг про свое золото и так далее. Я бы терпел его пять часов с большим удовольствием. В большинстве ваших коллег клиент абсолютно неинтересен. Что значит неинтересен? Конечно, его хочется получить. И, конечно, хочется работать с деньгами, которые, там, в частности, я могу доверить таким симпатичным людям, как вы. Но вы обычно приходите со своими замечательными продуктами, абсолютно не интересуясь, а нужны ли мне именно эти продукты, или нужны ли эти продукты моим клиентам. Вы приходите с готовым материалом, который я, знаете, с готовой историей, которую я должен купить. И в этом очень большое отличие от того, как я работаю и я, и как работают люди, которые сидят передо мной. Старики когда-то, когда я начинал работать, в частности, уже покойный дедушка, говорил одну, ну, самую главную, на мой взгляд, вещь. Он говорил, Александр, когда ты будешь адвокатом, и ты будешь разговаривать с клиентом, ты должен ему говорить что-то, что он хочет услышать. Я ни одного раза не слышал от ваших коллег, просто ни одного раза, ни одной мысли, которую я бы хотел услышать. Это не было никогда. Все люди, которые посещают мой кабинет, приходят с готовым продуктом, который мне пытаются или продать, или предложить. Например, займемся... Потом я скажу, что я очень благодарен, кстати, и правед банкиром, и фэмили-офису, я потом расскажу, почему действительно большая благодарность такая созрела, и, наконец, я могу ее высказать. Или, например, фэмили-офис. Что такое фэмили-офис? Мне предлагают... Ну, я не буду рассказывать, что такое... Вы все знаете, что такое фэмили-офис. Его предлагают мне, наверное, два раза в неделю, от, еще раз, от российских коллег до западных. Все рассказывают приблизительно одно и то же, потому что никто не придумал фэмили-офис, который отличается один от другого. Вместо этого фэмили-офиса у меня есть совершенно две замечательные ассистентки, две красотки. Одну зовут Кристина, одну Оксана, которые потрясающе исполняют все, что может исполнить фэмили-офис. Несмотря на... И я сразу говорю, послушайте, у меня все есть. У меня есть... Вот они мне заказывают билеты, они покупают мне дома, путевки, заказывают самолеты и так далее. Предложите что-нибудь новое. Новое не предлагается. Так же, как, например, я пытался, в общем, научить жизни и рассказать, что мне нужно совсем недавно, позавчера, представителя очень серьезного западного банка, который, не хочу называть его имя, который работает у нас в России. Я, например, работая с одним из швейцарских банков, я давал им много лет подряд указания, куда в России они должны разместить мои средства. Этот банк, очень уважаемый, я практически уверен, что с ним никогда ничего не произойдет, намекну, австрийский. Private banking, разговариваю, очаровательная девушка. Я говорю, послушайте, я вот... Сколько вы мне на мой депозит? Она говорит, послушайте, у нас поднялись ставки. Вот месяц назад это было 0,2% годовых, а теперь 0,3%. Я говорю, потрясающе. Вот это как раз то, о чем я мечтал всю жизнь. Может, я дорастую, будет 0,4%. Давайте так, вот вы от меня, скрывая клиента, не надо говорить, кто, я вам скажу, в какой банк направить мои средства. В России же. Я знаю хорошо, что произойдет с этим банком. Не надо, я не хочу там по тем или иным причинам быть клиентом, а вот вы, как австрийский банк, пошлете туда мои средства, и там какой-то приличный депозит уже будет на тот срок, который мы так делать не можем. Ответ, ну это как ответ, понимаете? Я у себя в офисе никогда бы не смог ответить так своему клиенту, который приходит с проблемой. И этому я всегда учу молодежь. Потому что ко мне приходят, устраиваются на работу всякие молодые симпатичные выпускники в университетах, они приносят красные дипломы, они наизусть выдают тексты из уголовного и семейного права, пытаясь меня каким-то образом, значит, удивить, что они знают вот наизусть кодировку Российской Федерации. И после этого они мне рассказывают, что они должны поступить ко мне на работу, и как они у меня всему научатся, как им будет хорошо и так далее и тому подобное. Когда я это вижу, я всегда говорю одно и то же. Послушайте, лучше компьютера законодательства не знает никто. Вы все равно компьютер не замените, поэтому то, что вы знаете наизусть 159-ю статью с комментариями, так слушайте, в любой матросской тишине ее тоже знают наизусть, и еще лучше вас, потому что они применяют ее на практике. Что же касается того, что как вам будет хорошо у меня, я вам верю, только расскажите, как мне будет хорошо от того, что вы будете у меня. Привязательно то же самое у меня сложилось с людьми, которые называют себя частными банкирами или private banking, которые приходят и рассказывают, какой у них замечательный продукт и все такое прочее. Единственный вопрос, который я когда-либо слышал от ваших коллег, он заключался в том, вы хотите вложить деньги в короткую программу, в среднюю или в какую-то длину? Все. На этом как бы все предложения, вернее, вся информация, которую я должен сказать о себе, заканчивалась абсолютно. Ну, был еще такой вопрос, а сколько у вас денег в той или иной форме звучит? Такие вопросы время от времени задает моя жена, и она получает привязательно такой же ответ, как и частные банкиры, и на этом как бы беседа заканчивается наша. Понимаете, что я отвечаю? Значит, дальше, например, идет следующий пассаж, который совершенно меня шарахает, знаете, в моем же кабинете, который заключается там, а если вы, дело происходит в Москве, подчеркиваю, а если вы нам дадите ваших клиентов, то мы благополучно вам будем, это по-русски, как называется, делать откат. Я очень благодарен, конечно, за такое предложение, это обычно вот следует, знаете, вот приходит к этому, действительно, у нас хорошая клиентура. Если бы у нас не было хорошей клиентуры, не было там многомиллионного, много десятка миллионного оборота, которое есть. И вот, естественно, это нормальный абсолютно процесс, когда представитель Private Bank предлагает мне откат от того, что я познакомлю его с моим клиентом, забывая одну очень серьезную вещь, что это уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации. Предлагать такое адвокату, это значит для меня, что этот человек должен выскочить в течение следующих 15 секунд из моего офиса. Это невозможно. Я вижу этого человека первый раз. Этот человек пришел и говорит, послушайте, вы меня познакомите с клиентом, я как адвокат не имею права это делать. Его это абсолютно не интересует. Понимаете, он пришел, потому что он работает на какой-то серьезный банк. Это неважно, как он называется совершенно. А все говорят одно и то же. И никто никогда не удосужился подумать, что ты приходишь к российскому адвокату. Ты сидишь, сделаю себе комплимент, наверное, в одном из самых известных адвокатских объединений в стране. Ты сидишь и разговариваешь с человеком, который, в общем-то, по своей профессии прилично разбирается с законодательством. Он знает это законодательство. И ты, банкир, предлагаешь такую вещь. Мало этого, я вам скажу, не показывая пальцем, я услышал приблизительно такое же предложение 10 минут назад в кулуарах внизу, когда пил чай. На мой взгляд, недопустимо для человека, для профессионала, ну, например, для меня, когда ты работаешь с клиентом, не знать того, что же хочет клиент и чем он дышит. Это шаг к тому, что ты должен быть уволен из профессии. Уволить ты должен сам себя, в первую очередь. Потому что если ты не знаешь, как и о чем говорить с клиентом, то ты не достоин быть... Ты должен поменять профессию. Например, ты должен стать литейщиком в горячем цеху. Это прекрасная работа. Там течет металл. Там мало контакта с живыми людьми. Но если ты начал работать с человеком, ты должен понимать, чем этот человек дышит, что он хочет, и каковы его вообще помыслы на будущее. Да? Спасибо, аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Если у вас есть, кстати, вопросы, вы можете задать немедленно. Я люблю, когда меня перебивают. Я часто читаю лекции. И поэтому если... Да, давайте. Сидите, я смотрю на что. Да. Алексей Александров, BNP Paribas. БНP Paribas. Спасибо за возможность задать вопрос. Давайте. А какую мысль вы хотели бы услышать от специалистов нашего профиля? Фух. И чтобы... Хотя бы одну. Пожалуйста. Ни один человек еще... Значит, все рассказывают о том, что... Вот западные, например. Начнем с западных. Все говорят одно и то же. Переведите деньги к нам туда. И ваши деньги... Да, конечно. И ваши деньги будут прекрасно работать, потому что риск России, тем более сегодня, о политике я никогда не говорю, он совершенно страшный и так далее и подобное. И ни один человек мне не сказал, как мне быть с действующим налоговым законодательством. Ни один. Потому что это не ваша профессия. Это вас не интересует. Вас интересует подписать со мной договор, чтобы... Спасибо еще раз. Чтобы я перевел вам свои деньги. И вы будете спать спокойно. А я буду в судорогах просыпаться с женой или со своей, или с чужой. И в панике бежать. Спасибо. В панике бежать и думать, а что же происходит? А начал ли Следственный комитет дело против меня? Это западные люди. Что же касается наших. У нас все значительно, как всегда. Все значительно. Что я хочу от наших банкиров? Я хочу, чтобы... Одну очень простую вещь. Я хочу много зарабатывать и получить ликвидность в течение 24 часов. Я хочу тот продукт, который мне нравится, и который я могу предложить банкиру. Например, там, знаете... Вы точно знаете, как это называется. Например, если у меня... Если там часть моих средств лежит в долларах, то я говорю, что там евро через какое-то время... Как называется? Умный человек. Пока что я нашел один банк в России, который приблизительно понимает, что я хочу. Я хочу, чтобы слушали меня. Я не хочу слушать человека. А правят банкиры, хотят говорить сами. У них, знаете, у них такое ощущение, что они платят по часам. У меня идея, да мне платят по часам. Почему вам должны платить? Я хочу, чтобы услышали меня. Я хочу, чтобы в России, например, когда я говорю, вот у меня есть идея для русских банков выстроить... У нас нет в законодательстве трастов, просто нету. Но я, например, придумал, как сделать траст в России абсолютно легально. Когда я говорю об этом человеку из серьезного банковского образования, ну, скажем, банк Бета, с которыми... С которыми дружу с детства. Вот с детства с одним из... Мы живем там в одном доме, я с ними дружу, я с ними общаюсь, и не работаю, поэтому у меня с ними блестящие отношения. И я говорю, послушайте, там, такой-то, я знаю, как построить трастовые... Ну, траст построить в России в отсутствие законодательства. На то и дедушка говорил, что его внук у него не глава, а синагога. Я знаю, как это сделать. Он говорит, послушай, зачем нам это надо? Он, ты будешь один. Что я могу сделать? Меня слышать не хотят. Все хотят говорить сами. Так что, жем больше. За годы своей работы адвокатом я пришел к одному выводу. Многие, наверное, со мной не согласятся, но поверьте мне, что я говорю правду. Слушать значительно труднее, чем говорить. Это правда. Потому что, когда ты говоришь, ты чешешь, у тебя там поток сознания идет, и так далее. Но этот поток надо каким-то образом уловить. И вот слушать значительно сложнее. Это правда. Ответил? Теперь хочу вам сказать одну вещь. К чему мой эксперимент привел работы с фэмили-офисом и с банками, с private banking? Он привел меня к тому, что я перестал общаться практически с вашими коллегами. И за это им благодарен. Несмотря на то, что, конечно, поломничество продолжается. Они же не знают, что я перестал общаться. И у меня несколько компаний своих, которые никакого отношения не имеют к адвокатской деятельности. Я начал... Мне надо куда-то же инвестировать деньги. Они же не могут спать под подушкой. И я начал инвестировать в само себя. У меня несколько стартапов, которые довольно удачные, идут, развиваются и так далее. Вот к чему привело мой эксперимент в работе с private banking and family office. Скажу вам больше. После того, как я заинтересовался этой проблемой, это было несколько лет назад, я начал проводить кое-какую статистику. И пришел к выводу, что на сегодняшний день, это мое личное мнение, но статистика, она, знаете, такая вещь упрямая, еще говорили наши великие писатели Евгений Филпетров. На сегодняшний день рынок в России, который может быть охвачен вами, составляет еще 90%. Но люди, которыми вот эти оставшиеся 90%, вы охватили сегодня, на мой взгляд, частный сектор, вот этот сектор ваш, он охватил только порядка 8-10%, но может быть, там, в некоторых годах 12, не больше, все остальные люди от непрофессионализма людей, которые работают на рынке, от того, что вы приносите ваш продукт, и вас совершенно не интересует, что хочет этот человек, да, который сидит напротив, что вы ему предлагаете то, что есть у вас в руках. То 90% людей, которые вами не охвачены, они этого ждут, они на поверхности, понимаете, и вы их толкаете, извините, но уж раз позвали, так слушайте, да, в кои веки адвокат говорит правду, значит, и вы их толкаете совершенно в другие, в другие инвестиции, там, в недвижимость, или как пришлось двигаться мне, там, в самого себя, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот к чему привел мой эксперимент общения с клиентом. Я себе, вы очень богатые люди, вы совершенно замечательные и красивые, я себе, извините, такого позволить не могу. У меня работает много десятков людей, которые я должен содержать, у меня семья, которая привыкла жить хорошо, и я сам должен получать удовольствие. Я не могу слушать, сказать клиенту, ты будешь делать так, как я хочу. Я должен говорить ему то, что он хочет услышать, я должен получить от него фидбэк, что он хочет. Если бы я делал и говорил так, как делают некоторые ваши коллеги, то я бы давно, вот как я уже говорил, работал литейщиком в горячем цеху. Если у кого-то есть вопросы, давайте. Народ безмолвствует. Да, все понятно? Скажите, а кто со мной не согласен? Ну, тогда у меня вопрос такой. То есть, со мной все согласны? То есть, я не зря пришел. Да, пожалуйста. Дмитрий Тринфика. Я извиняюсь при всем уважении. Я вас простил. Да. Ну вот, вы сами только что сказали о том, что вы хотели бы высоколиквидный инструмент. Там 24 часа, все понятно, все услышали. А в итоге, вот, как вы говорите, вы сейчас инвестируете в некие проекты собственные. Но это ведь вряд ли 24-часовая ликвидность. То есть, в конечном итоге вы все-таки сделали какой-то инвестиционный выбор, который, ну, как бы расходится с тем, что вы хотели. То есть, в конечном итоге, видимо, идей у вас много, желаний много. И для того, чтобы выяснить эти идеи, нужно было потратить значительно больше времени, чем просто вот угадать одну конкретную идею. Все? Подвечу. Значит, я не сказал, что я все свои средства инвестировал в стартапы. Не было такого. Если такая мысль пришла вам в голову, то зря. Я этого не говорил. Конечно. Я инвестировал в стартап. Я разделил свой портфель на три с половиной части. Расскажу. Я инвестировал в стартапы. Одну треть. Одну треть в высоколиквидные продукты. Очень простой депозит. Именно там, где он мне интересен. Потому что я знаю, лично знаком с владельцами банков. И третий в ценные бумаги, в которых я что-то понимаю. А что такое половина? Знаете, я инвестировал в своих детей. У меня две девочки. Одна учится во Франции. Они обе хотят стать юристами или адвокатами. Одна учится во Франции в Сорбонне. И я инвестировал в то, чтобы ей там было интересно. Я инвестировал для своих детей и открыл офис в Лондоне. Потому что я думаю, что потом они будут доучиваться и работать в нашем лондонском офисе. Это старшая. Старшая учится на факультете права и одновременно на факультете изящных искусств. И хочет специализироваться в праве связанном с искусством. Потому что папа коллекционер и все это видит. Младшая пошла другим путем. Она сама себя нашла школу в Германии и учится в Германии. После этого они проведут какое-то время в Лондоне. И после этого я думаю и надеюсь, что они съедутся в Москве. Поэтому мой стартап это скорее та часть, которая, конечно, не ликвидна. Но у меня есть две части, которые ликвидны и мгновенно. Ответил? Есть еще вопросы? Так все-таки мы останемся на... Да, пожалуйста, извините. Какой процент в вашем матери составления инвестиции в искусство? Скажу вам... Давайте так. Этот... На покупке он составляет десять процентов. А на выходе... Непонятно. Смотрите, да. Это очень приятно. Конечно, да. Это очень... Я сейчас вам расскажу. Если говорить об искусстве, это вообще самая приятная тема, о которой только можно говорить в инвестиции для меня. Значит, я всегда был противником голубых фишек в искусстве. Всегда. Я всегда покупал искусство только глазами и сердцем. В отличие от покупок инвестиционных, когда покупают ушами. Ты слышишь, что Пикассо стоит много, поэтому ты его покупаешь. Я всегда покупал что-то, что не модно на день покупки. Я всегда составлял большие коллекции. Другое дело, что потом я инвестировал в то... Я инвестировал свое время и удовольствие. Скорее так, и, конечно, деньги тоже. И эти коллекции становились... Вне, эти коллекции. Эти вещи, которые я собирал, становились очень модными. Дальше были там выставки в России, в Пушкинском музее, в Эрмитаже, где угодно, за границей и так далее. И, естественно, стоимость этих предметов там поднималась в много сотен раз. Это несравнимо ни с одними ценными бумагами, которые у меня когда-либо были. Эти примеры можно приводить в сотни, но у меня там были от большие коллекции опиумных трубок, которые ничего не стоили в Западной Европе в начале 70-х годов. И потом, когда в 80-х, я продал через один из крупных аукционных домов, это даже не порядок, это удивительно. Но коллекционирование вообще должно приносить, на мой взгляд, удовольствие. Если тебе нравится то, что ты собираешь, то ты получаешь удовольствие. Моя жена всегда говорила о том, что если бы я не покупал бы антикварные вещи, у нас давно был бы маленький такой, знаете, нефтяной заводик очистительный, я не знаю, или еще какой-то, или прииски какие-нибудь и так далее. Но я всегда говорил, послушай, о чем вот пришел там мой приятель, там, Петя Авин, приятель с детства, тоже коллекционер, и о чем я с ним буду говорить, CH2O, как это двигается и куда, нет, мы говорим о картинах, мы получаем от этого удовольствие. Я думаю, что в России еще сохраняется очень благоприятный инвестиционный климат для инвестирования в искусство. Российское, в частности, российское искусство во многих вещах недооценено. Да, дорогая, мне надо закругляться, или у меня есть еще время? Если можно, да, извините, пожалуйста, но может быть, в следующий раз мы вас пригласим именно еще сделать презентацию об искусстве. Это был оборванный полет наверху. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Давайте, последний. Георгий, мы с вами уже знакомы, Александр Ильич. Я, наверное, единственный, кто не пришел и не попросил у вас клиентуру. Я сказал, что можно моим к вам обращаться. Это правда, да. Потому что, да, они нуждаются у вас большие люди. У меня такой очень серьезный вопрос, крайне серьезный. Какой кинематограф вы любите? Что-что? Какой кинематограф вы любите? Ох, какой кинематограф? Вы знаете, я люблю итальянских кинематографов 50-х, 60-х годов, очень, а с недавнего времени вдруг, совершенно неожиданно, у меня появилось новое хобби. Меня начали, хобби трудно назвать, новое удовольствие. Меня начали снимать. Я сыграл подряд две роли в фильмах. Одну роль я сыграл у Станислава Говорухина, и мне очень понравилось, кстати. Триллер выходит в мае месяце, если будет возможность посмотреть, и называется такой черно-белый триллер в стиле 60-х годов, называется «Викенд». Я там сыграл, вы будете удивлены, я там сыграл адвоката, но по фамилии, без фамилии, вернее, там метр такой. Чудно, совершенно потрясающий фильм, мне очень понравился. Сейчас я отвечу конкретнее на ваши вопросы. А потом, увидев этот фильм на фестивале, Александр Стрижанов, тоже наш замечательный режиссер, пригласил меня на этот раз сыграть комедийную роль. И я сыграл у него в фильме, который выйдет в сентябре, довольно большая роль, и я там сыграл риэлтора. Это комедийная роль, которая, причем сыграл там с замечательными актерами, которые там были, все увидите, и меня еще подбили на то, чтобы я работал без каскадеров. Опасный риэлтор. Очень опасная вещь, послушайте, у меня профессия такая. Я работаю без каскадеров уже много лет. И тут совершенно неожиданно, я получил огромное удовольствие, когда летел с лестницы вместе с Леней, тоже друг детства, Леонид Якубович, мы там кувыркались по лестницам. Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, я люблю комедии и получаю от них удовольствие, но хорошее кино – это хорошее кино, и поэтому когда хорошо сделано, это доставляет огромное удовольствие. А сказать, вот так просто я люблю, вот все фильмы нет. Но теперь я начал любить свои. Спасибо. Спасибо. Что-нибудь еще быстро? Был такой чудный роман, который назывался «Прощай, Гюль Сары». Прощайте. Спасибо. 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 Продолжение следует...